Третий доклад. Клинические руководства и протоколы в Киргизской Республике. Современное состояние проблемы. Докладчик Аида Ашириевна Зурдинова. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Разрешите предоставить вашему вниманию основные процессы, которые касаются доказательной медицины. Мы знаем, что одним из инструментов введения доказательной медицины в практическое здравоохранение является разработка клинических руководств и протоколов, которые основаны на принципах доказательной медицины. Хотелось бы чуть-чуть ввести в такой курс. У нас в Киргизской Республике после приобретения суверенитета было проведено три реформы здравоохранения в разные периоды. И, соответственно, первая реформа здравоохранения, которая стартовала в 1996 году, привела к тому, что у нас были разработаны 141 клинический протокол по основным назологиям, часто встречающимся. Но, к сожалению, в них не было указания уровней доказательности, ссылки на источники и так далее. Последующие программы с 2006 года непосредственно касались развития доказательной медицины. И по ним я вам сейчас сделаю маленький такой краткий обзор. Все реформы здравоохранения, проводимые в нашей стране, идут в такой широкосекторальный подход при поддержке огромного количества донорских организаций, так как наша страна не имеет достаточных экономических ресурсов проводить реформы на собственные средства. В рамках проведения второй программы, которая стартовала в 2006 году, у нас были приняты основные документы, которые регламентируют внедрение доказательной медицины в практическое здравоохранение. Первая – это была утверждена стратегия развития доказательной медицины. В рамках данной стратегии были утверждены такие документы, как методология по разработке и адаптации клинических руководств, основанных на доказательной медицине. В рамках данной методологии было принято решение консенсусом наших специалистов, что мы принимаем уровень доказательности, предложенный сайн, четыре уровня ABCD. Кроме этого, также был принят документ экспертной оценки, разработанных руководств специалистами, оценка как методологического качества, так и клинического содержания. Ну и кроме этого, разработан был сайт центрально-азиатский, он представлен. Данным сайтом пользуются страны Средней Азии и Казахстана. Основные пути реализации методологии, так как у нас протоколы пошли вперед руководств, было принято решение в такой переломный момент, и руководство и протоколы, они будут параллельно разрабатываться. В дальнейшем перейти на разработку клинических руководств, которые будут подкрепляться клиническими протоколами. Учитывая уровни организации здравоохранения, они у нас в республике так делятся, первичный, вторичный и третичный уровень. Основные шаги, как и в сайне, то есть они здесь все представлены, начиная от формирования мультидисциплинарной группы и заканчивая обновлением клинических руководств. Разработаны клинические руководства за период с 2009 по 2015 год. Чисто клинические руководства были разработаны в количестве 26, клинические протоколы 91 и, соответственно, методологии, чтобы и клиническую руководство, которые подкреплялись клиническими протоколами, их количество всего 13. За период в графике видно, что все-таки минимальное количество, это занимает руководство с протоколами, их количество очень минимальное пока. В основном у нас превалируют клинические протоколы. Но здесь хотелось бы сказать, по оформлению не всегда у нас видна разница. И клиническое руководство, и протокол оформляют, к сожалению, многие разработчики почти одинаково. Структура утвержденных клинических руководств у нас превалирует. Ну, вот, кардиология, по кардиологии, по ушерству гинекологии, гепатиты. Ну, в рамках реализации наших национальных программ были выделены приоритетные направления. Это сердечно-сосудистые заболевания, это здоровье матери и ребенка, туберкулез и ВИЧ. По данным направлениям, в принципе, ведутся разные работы, но впереди всех идет кардиология. Она разрабатывает клинические руководства, подкрепленные клиническими протоколами. Но, к сожалению, из-за отсутствия достаточного процесса внедрения, структура заболеваемости и смертности у нас в республике остается без изменений. Даже имеется незначительный рост к 2014 году. Оценка утвержденных клинических руководств, которые мы проводили, из утвержденных 39, которые претендуют как clinical guideline, мы проанализировали 24 доступных, которые мы смогли найти, используя данные, приведенные сайты, и в основном оценивали, насколько они соответствуют той утвержденной методологии, по которой должны были они разработаны быть. Основные пункты, которые мы анализировали, выделенные жирным шрифтом. Согласно содержанию, результаты получились следующие. Почти во всех руководствах указано, какими специалистами они разработаны. При этом 43,9% руководств были проведены с участием пациентов, то есть были учтены их интересы. В 100% декларация конфликта интересов была указана, но при этом все писали, что отсутствует какой-либо конфликт интересов. Но при этом хотелось бы отметить, что 89% руководств были разработаны при финансовой поддержке тех или иных донорских организаций. Основным пунктом является, до того, как руководство пойдет на утверждение, необходимо разработать его, опробировать разработанное руководство. При этом только 41,6% руководств были опробированы. Уровни доказательности, к сожалению, в наших руководствах, утвержденных, во всех разные, что в свою очередь дает такие затруднения для врачей. В одних идет 4 уровня, в других 3 и так далее. И здесь приведены, что в основном по методологии только около 54% клинических руководств составлены согласно методологии. Указана стратегия поиска в 73% руководств, но при этом критерии включения и исключения только в 42,3%, ну и оценка найденных доказательств только в 15,3% руководств была указана. Не указаны данные по оценке методологического качества. Во всех руководствах этих данных мы не нашли. Клинические руководства подкреплены соответствующими клиническими протоколами в зависимости от уровня оказания помощи в 31% случаев. И данные по фармакоэкономической оценке во всех руководствах отсутствуют. К сожалению, у нас в Кыргызстане данное направление еще не развито. Данные по внедрению, так как всем известно, разработка разработкой, самое главное внедрить то, что мы разработали. Но, к сожалению, процесс внедрения у нас тоже имеет свои минусы. Для того, чтобы выяснить, насколько руководство внедряется, мы проинтервьюировали 20 руководителей организации здравоохранения и провели анкетирование и фокус групповой дискуссии 200 врачей, в котором участвовали. Результаты интервьюирования руководителей показывают, что обучение непосредственно по разработанным руководственным протоколам прошли всего 5% руководителей. Наличие у каждого врача клинических руководств протоколов только 5% ответили, что да, имеют, остальное количество сказали в недостаточном количестве. При этом внутренний аудит по утвержденным руководственным протоколам проводят во всех организациях, так как у нас есть такая служба, как ФОМС, которая штрафует, если врачи будут вне данных протоколов назначать какие-либо вмешательства. Не всегда учитываются местные особенности, указали 95% руководителей, следует клиническим руководствам протоколам 100%, и не по всем наозологиям есть клинические руководства протоколы, также отметили 100% руководителей. Результаты интервьюирования, анкетирования врачей показывают, что также обучение прошли по данным руководствам только 5%, придерживаются клинических руководств 100% и указывают, что штрафует ФОМС, но при этом с оговоркой, что они вне истории болезни или амбулаторной карточки могут любое лечение назначить. Не всегда клинические руководства подходят для их практики, ответили около 93% врачей. Облегчают работу, здесь разделились, 50% сказали, что облегчают, 50% сказали, что усложняют, лишние записи и так далее. Не понимают и не знают принципы доказательной медицины, 95%, указание уровней доказательности ни о чем не говорит им, как в интервью они сказали, и не знают разницу между руководством и протоколом, почти все 100% опрошенных. Обучение должны проводить именно разработчики клинических руководств и протоколов указали 100% врачей. И 95% врачей указали, что информацию о каких-то новых лекарственных препаратах они получают не с клинических руководств и протоколов, а именно от фармкомпаний. Выводы. Мы получили следующие, они представлены. Не все пока идеально, но, как говорится, лед тронулся, и мы надеемся, что в будущем мы постараемся сделать это согласно международным стандартам. У нас в Кыргызстане учитывает то, что специалистов, которые умеют работать с тематическими обзорами, читать их результаты, мета-анализы, РКИ и так далее, очень мало. Поэтому было принято решение адаптировать международные руководства к нашим местным условиям. Но даже по адаптированию не всегда все идеально получается. Поэтому у нас в дальнейшие шаги продолжается новая программа, которая будет стартовать в 2016 году, согласно которой разработка руководств будет усовершенствоваться с подкреплением клинических протоколов. Разработка положения у клинических протоколов, конкретно какие пункты должны быть в них указаны. Ну и, соответственно, требуется разработка методологии внедрения клинических руководств и протоколов практического здравоохранения. Спасибо за внимание. Большое спасибо за прекрасное и интересное сообщение. Вопросы тогда мы в конце нашей секции оставим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова